Обсуждаемая тема на РБК Приморье. В студии Максим Гадун. Здравствуйте. Сегодня поговорим о том, что на этой неделе волнует жителей Дальнего Востока. Выслушаем экспертное мнение, обсудим детали, вникнем в суть. С 1 апреля любители серого импорта автомобилей в России ждут большие перемены. Правительство вводит поправки в законодательство, которые фактически сделают такой метод экономии на растаможке невозможным. Перемены коснутся машин, которые везут в страну через соседей из ЕАЭС. Казахстан, Киргизию, Беларусь. Теперь платить придется по российским прайсам. Разницу в таможенных платежах включат в утилизационный сбор. Кто из участников рынка выиграет от этих нововведений, а кто пострадает? К чему готовится рядовому покупателю? Обсудим с директором компании Япония Транзит Дмитрием Клатаевским. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Александрович, давайте поговорим о том, кого в первую очередь коснутся новые изменения. Какие автомобили сейчас везут через ЕАЭС? Насколько серьезный объем? Кто в этом бизнесе крутится? На сегодняшний день основной объем на территории Киргизстана идет из Южной Кореи и Китая, безусловно, Китай. Это, наверное, вообще там просто огромный поток автомобилей. Кто от этого пострадал? Наверное, в первую очередь пострадали люди, кто покупали автомобили через посредников или покупали автомобили в наличии в том числе, так как стоимость сейчас, себестоимость автомобиля в России кратно вырастет. И в целом на сегодняшний день после 1 апреля процедура ввоза автомобиля через третьи страны будет невозможной. Соответственно, придется ввозить машины напрямую в Россию с 48-процентной пошлиной, с оплатой всех необходимых сборов в казну Российской Федерации. И в целом это будет, наверное, процентов на 50 именно в пошлине дороже, нежели это есть сейчас. Ну вот расскажите, как вообще работала эта схема? Почему везли через соседний? На чем удавалось экономить? Сколько удавалось экономить? Вот там возьмем условный автомобиль Гилли Маньяра или Джилли Манджара, его еще называют, да? Сколько он обходился в данный момент сейчас, если его привезти сегодня? И сколько будет обходиться после 1 апреля? Да, хороший пример, потому что это, наверное, самая популярная машина по параллельному импорту. Почему было выгодно? Потому что существовал и существует таможенный союз, да, в рамках которого мы можем ввозить автомобили из третьих стран на территорию России с уплатой лишь утилизационного сбора. То есть до определенного момента это было вообще там 3400 рублей. После появления коммерческого утилизационного сбора эта цифра там выросла в 100 раз, стал утилизационный сбор 306 тысяч рублей или 300-600, там кто как платит. Соответственно, после этого цены достаточно серьезно подросли и на Джилли Маджары, если мы берем как пример, стоимость его там растаможки через Бишкек составляла 3,5 тысячи долларов. 3,5 тысячи долларов. Стоимость его растаможки через Россию была, ну, больше миллиона рублей. То есть, соответственно, больше 10 тысяч долларов. В три раза дороже. А почему сейчас нельзя будет привезти через соседей? Потому что сейчас вот после... После первого апреля, да? Собрания. Да, да. После первого апреля было собрание, да, на котором там премьер-министр Российской Федерации Мишусин поручил Евразийской комиссии разработать систему управления рисками, как они это озвучили, создать общую единую базу таможенную, где будет средняя стоимость автомобиля, рассчитываться, исходя из того, что ввозится на территорию, да, стран Союза. И, соответственно, Российская Федерация, будучи там лидером этого Союза, она будет контролировать то, за сколько эти автомобили таможатся, по каким ставкам, с какой средней таможенной стоимостью. И, соответственно, в случае ввоза автомобилей с третьей страны на территорию России, пользуясь этой единой базой, они будут видеть, сколько за автомобиль было заплачено в Киргизии, сколько это стоит в России, и эту разницу доначислять вместе с утилизационным сбором, который человеку необходимо оплатить при получении электронного паспорта. Соответственно, когда человек поедет проходить лабораторию для того, чтобы получить ЭПТС на свой автомобиль и поставить машину на учет ГИБДД, ему доначислят всю разницу, плюс, соответственно, тот коммерческий утилизационный сбор, который на сегодняшний день существует, и, соответственно, там платеж будет космический. А есть ли какие-то риски для тех, кто уже успел привезти, поставить автомобильный учет, не придется ли им что-то доплачивать? Очень хороший вопрос. Наверное, на сегодняшний день такой самый острый, большое количество людей в напряжении сидит и не понимает, будет ли доплата. На самом деле, я так понимаю, что не просто так эта база создана, наверное, потому что такой базы на сегодняшний день нет. И, соответственно, те машины, которые уже были ввезены, за них все заплачено, ЭПТС и действующие, то просто им чисто технически, скорее всего, сейчас нет возможности это все провести аудит, проверку какую-то, как это было ввезено, и выставить доплату. Иначе это было бы уже введено давно и не было бы этих собраний, поручений и так далее. Соответственно, после того, как этот инструмент появится, это станет делать проще, и я думаю, что они начнут этим активно пользоваться. Соответственно, там даже в этом самом документе указан такой пункт о том, что в случае допущения ввоза такого, то есть они чисто теоретически в документе уже закладывают вероятность того, что, возможно, будет ввоз, и, возможно, эти машины будут проходить по старым правилам, потому что где-то кто-то не доглядит. Но если мы потом в ходе проверки это обнаружим, то ждите письмо счастья, и, соответственно, запрет на регистрационное действие, и нужно будет доплатить в казну. Поэтому людям нужно будет быть внимательнее после 1 апреля и смотреть декларации, когда эта машина вообще была ввезена на территорию страны. Это будет очень важный ключевой фактор. Ввести можно будет, и, возможно, даже повезет, и все будет по-старому. Но потом 100% вы все доплатите. Какие настроения в этой связи на рынке продавцов и покупателей? Чего боятся люди? Чего ожидают? Если мы, например, говорим о рынке Владивостока, то, я думаю, нас это по меньшей части коснется, или Дальнего Востока в целом мы возьмем. Но нужно понимать, что вот это плечо Бишкек-Москва или Бишкек-Центральная Россия, Бишкек-Новосибирск, оно больше к тем регионам относилось, и поток основной шел именно в эти регионы. То есть потребители Москвы, Московской области и в целом западной части нашей страны, это коснется очень сильно дилеров, продавцов, компаний, потребителей. Цены вырастут, придется платить больше. В Бишкек уже никто за машинами не полетит. И, соответственно, для нас, для дилеров Дальневосточного округа, это наоборот преимущество, объяснить всей стране то, что мы раньше возили машины правильно, то, что мы всегда платили все, что было необходимо платить, и добро пожаловать на Дальний Восток, мы здесь готовы обеспечивать тот объем, который шел через другие схемы, другие пути. То есть японский рынок это не затронет практически? Японский рынок это не затронет вообще, это по большей части касается Китая, но теперь весь Китай, то есть мы как экспортная компания в Китае, то есть мы экспортируем самостоятельно в Китае, мы уже получаем большое количество звонков с той стороны, с Харгоса, граница с Бишкеком и Казахстаном. Мы получаем оттуда звонки о том, что люди теперь оттуда, экспортные компании китайские интересуются, как привезти машину напрямую в Россию, то есть не через третьи страны. И я думаю, что в скором времени таможня Владивостока ожидает существенный прирост китайских автомобилей, потому что все повезут машины сюда напрямую. Спасибо большое за такую интересную беседу, очень много нового я лично для себя узнал, думаю, что и наши зрители тоже. Дмитрий Александрович Калтаевский подключался к нам, директор компании «Япония Транзит». Всего доброго. Спасибо. До свидания. Общественный транспорт Владивостока оценили на федеральном уровне. Приморские автобусы, трамваи, фуникулер попали во всероссийский рейтинг, причем на 20-е место. Специалисты оценивали доступность транспорта, комфорт пассажиров, точность расписания и многие другие показатели. Что позволило Владивостоку попасть в 20-ку? Есть ли возможности для дальнейшего роста? Какие планы у мэрии по улучшению транспортной системы Дальневосточной столицы? Давайте обсудим с заместителем главы администрации Владивостока Максимом Акульшиным. Максим Игоревич, здравствуйте. Да, добрый день. Сергей Игоревич, сегодня говорим о том почетном 20-м месте, который занял Приморская столица в рейтинге транспорта субъектов Российской Федерации. Давайте поговорим о том, что к этому привело. Какие изменения в транспортной отрасли Владивостока произошли за последнее время? Давайте начнем с того, что нам бы, конечно, хотелось быть повыше, чем на почетном 20-м месте. Поэтому будем стремиться и попадать в десятку. А по поводу того, что привело к этому, наверное, наши последовательные действия направлены на несколько нюансов транспортной отрасли. Во-первых, у нас несколько лет назад главой было принято решение о переходе с однолетних контрактов на длительные контракты, что позволило перевозчикам в связи с наличием трехлетнего гарантированного муниципального контракта на организацию перевозки на тех или иных маршрутов, позволило обратиться к лизингодателям, получить лизинги и приобрести качественную новую технику. Мы для себя в условиях наших контрактов ставили требования по обновлению. Если ранее перевозчики говорили о том, что обновление малого класса и среднего класса еще возможно за счет личного собственного финансирования у компаний, то с большим классом, который дорогостоящий и наиболее трудоемок в производстве, как говорится, в магазине не продается, то здесь необходимо было привлекать инструмент лизинга, а лизинговые компании не были готовы идти на такие мероприятия в связи с тем, что нет гарантированного контракта у перевозчика, который можно было в пакете документов заявочных показать и тем самым прогарантировать возможность финансирования лизинговых платежей, то есть гарантированный платеж, который зашит в тело контракта. Более того, наши контракты предполагают последовательное обновление, поскольку обязывают перевозчика и руководство транспортной компании машины старых годов выпуска убирать с линии, то есть у нас в осмотре в том или ином календарном году, прежде чем они заходят на выполнение перевозки в новый год календарный, мы проводим осмотр совместно с коллегами из ГИБДД и в числе прочего предъявляем требования как к техническому состоянию и оснащению, что понятно, так и к году выпуска. То есть сегодня на линии в Владивостоке у нас самых старых машин, наверное, осталось порядка 20, которые в июле этого года тоже уйдут с линии. И причем это старые не в классическом понимании, это вполне себе неплохие автобусы, самые, наверное, возрастные, из которых 2012 года выпуска. Это три единицы. Хорошо, то есть одна из составляющих это обновление автобусного парка. Автобусы в городе становятся новее, лучше. Понято-принято, как говорится. Что еще? Может быть, комфорт для пассажиров, работа с водителями ведется какая-то? Разумеется, разумеется. Мы должны использовать инструменты, которые позволят пассажиру выбирать, во-первых, способ оплаты. И для этого в Владивостоке применили подход к оплате путем введения дифференцированного тарифа. То есть у нас есть единая транспортная карта, поездка по которой стоит наиболее дешево. Это любая банковская карта, поездка по которой чуть дороже. Либо наличные, которые существенно дороже при оплате за разовую поездку. Это позволило, во-первых, максимально обвелить перевозку. Мы сегодня понимаем общее количество пассажиров по той компании на том или ином маршруте. Довели процент безналичной оплаты практически до 95%, наверное. Примерно подобные показатели. Что говорит о том, что мы теперь практически полностью понимаем, что происходит на рынке. Можем делать свои оценки. В зависимости от этого, возможно, и корректуры по маршрутной сети. Кроме этого, ввели так называемый билет длительного пользования. Причем несколько вариантов. Это либо безлимитный билет, который приобретается пассажиром. Пассажир, во-первых, платит существенно меньше, чем заплатил бы, если бы оплачивал поездки разово. Во-вторых, имеет возможность ездить несколько раз в день. Это удобно тем, у кого много пересадок, кто пользуется многократно в течение календарного месяца, недели или дня. Что практически всеми пассажирами было как знаковое, наверное, нововведение оценено и пользуется спросом. И билет длительного пользования, который ограничен 40 поездками. Здесь тоже пассажиры, которые понимают, что они двигаются, например, к месту работы и обратно к месту жительства с одной пересадки, выбирают именно этот способ. Тоже позволяет экономить определенный процент для себя. Помимо этого предъявляем требования к комфорту автобусов. И тоже там некоторая новелла была применена при заключении последних контрактов, которые сегодня действуют. У нас каждый год должен увеличиваться процент кондиционирования всех автобусов вне зависимости от класса. Это и маленькие автобусы, и автобусы среднего класса, и самые большие автобусы, которые на магистрали остановятся. То есть сегодня процент кондиционирования примерно 70 в среднем по перевозчикам, вне зависимости от того, муниципальный или коммерческий частный перевозчик. В июле этого года наше требование повышается. При осмотре мы должны иметь кондиционированный не менее 90% автобусов от текущего состояния. Наверняка есть какие-то недочеты, которые известны администрации, над которыми ведется работа. Расскажите об этом. Что будет улучшено в самое ближайшее время? Ну, во-первых, мы обновляем парк муниципального перевозчика. У нас есть там многолетняя история фототранспортное предприятие. Там значительную долю рынка оно занимает. Как нам кажется, это витрина. То есть мы должны начинать с себя. И сегодня у этого перевозчика по федеральным программам специальных казначейских кредитов наша заявка в числе прочих городов получила одобрение. У федеральных структур мы приобретаем порядка 20 автобусов, которые поставим на линии новые, современные, полностью оборудованные необходимым современным оснащением автобусы. Кроме этого, у нас есть предприятие электротранспорта, у которого в эксплуатации есть трамваи и троллейбусы. И в этом году также с помощью участия в инструментах федерального финансирования мы приобретаем 16 троллейбусов с автономным ходом, увеличенным основным ходом, что позволяет запустить эти троллейбусы новые потенциально, помимо действующих маршрутов, где имеется контактная сеть, на значительно более широкий маршрут и вовлечь тем самым большой новый микрорайон, который у нас активно застраивается и будет продолжаться к застройке. То есть будет дополнительное удобство пассажиров, мы его охватим. Мы планируем делать очередное обследование пассажиропотока для того, чтобы понимать наиболее эффективные изменения маршрутной сети, а не какие, поскольку грядет необходимость заключения в будущем новых контрактов. Будем надеяться, что Владивосток в ближайшее время действительно попадет в десятку городов России с лучшим транспортом. Видно, что работа в этом направлении идет. Спасибо большое за то, что нашли время к нам подключиться. Максим Игоревич Акульшин был с нами, заместитель главы администрации Владивостока. Всего доброго. Правительство России взялось за экспортеров кедровых орехов. С 1 августа вывозы страны этих даров тайги обложат заградительной пошлиной. Плодить придется по 25% от стоимости экспортируемого сырья, но не менее 80 евро за тонну. А через год ставка вырастет до 50%. Для чего нужны такие изменения? Кому они выгодны и к чему под задумки властей должны привести? Давайте разберем с Андреем Андрейченко. Председателем комитета по политике и природопользованию законодательного собрания Приморского края. Андрей Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Андрей Валерьевич, расскажите, насколько важен кедровый орех для Дальнего Востока? Важен по многим причинам. Это и кормовая база, это и то, что позволяет местным жителям заработать, и то, что пополняет наш бюджет. Ну и понятно, это полезный, ценный ресурс природный. В любом случае, как БАД, как дополнительный источник витаминов, минералов, аминокислот, все, что там есть, все полезно. Так же, как мед. Ну, такое вот доступное, что должно быть, но у нас сейчас цены, бывает, кусаются, и поэтому исправляем эту ситуацию в частности. Я так понимаю, что вот как раз в области пополнения бюджета и возникли вопросы, да, и из-за этого вводится такая инициатива о том, чтобы повысить таможенную пошлину на экспорт ореха. Для чего это делается? Нет, нет, про бюджет здесь в другом плане идет речь. Делается это для того, что сейчас у нас нелегалы добывают и потом вывозят. Дальше это перерабатывается, и потом возвращается в три дорого, и здесь продается в обработанном виде. Мы добиваемся того, чтобы добывалось это здесь, зарабатывали те, кто живут здесь, потребляли те, кто живут здесь. Про бюджет я когда говорю, я говорю, что будут создаваться новые рабочие места и новые производства по переработке. Соответственно, это зарплата, отчисления, бюджет. Ну и на какой-то же земле будет производство располагаться. И это тоже идет, мы понимаем, бюджет муниципалитета, бюджет района в любом случае. Поэтому отчисления как в местный бюджет, так и в краевой бюджет. Ну давайте немного подробнее остановимся на схеме, как сейчас все это происходит. То есть нелегалы собирают кедровый орех здесь у нас в Приморском крае, отправляют по каким-то подложным, видимо, документам ближайшие зарубежья. Оттуда мы получаем готовый продукт с высокой добавленной стоимостью. И что должно поменяться в этой структуре? Нелегалы, причем часто нелегалы как раз из ближайшего зарубежья. То есть это не Гражданской Федерации, находится у нас в лесах. И, ну, как вы описали, да, схема так примерно она и работает. Документы у нас, проблема в том, что и с лесом часто эта проблема тоже. Но с лесом она сейчас решилась путем ведения, ну, системы, похожей на систему работы с алкоголем. Вот, думаю, с ней все сталкивались. Вот, с лесом у нас сейчас подобная система. А так раньше как у нас? Отчуждение же в лесу не происходит. Ну, вот, соответственно, что-то из леса вышло, едет по дороге. Ну, все, ты уже не проверишь, откуда оно. Вот оно есть в кузове, документы есть и есть. То есть, ну, и с многими так ценными ресурсами. То есть документы часто не совсем подложены. Просто есть, например, там, квота, предположим, там, ну, не знаю, там, условно, там, не знаю, там, так, просто, да, на стеку тонна. По одним и тем же документам мы там, бах-бах, у нас уже там 20 тонн, соответственно. То есть, ну, 19 тонн нигде не проходит. Ну, это, понятно, я утрирую, но схема работает именно так. Что просто используются одни и те же, по сути, документы на разных участках прохождения груза. Ну, а потом остается только ситуацию добить, уже переработать и ввести. Причем очень важно понимать, что эти группы, ну, организованные достаточно, да, они вне сезона это делают, то есть они в лесах находятся тогда, когда еще орех даже не созрел. Там и кошки у них, и... Ну, в целом это все происходит очень варварски, поэтому с этим нужно бороться бизнесом, потому что дерево портится. Дерево часто просто приводит в негодность. Да даже доходило до того, что просто там трактор у людей, и вот они этим трактором просто по дереву чуть ли не ковшом бьют. То есть, даже уже такие курьезные, казалось бы, эпизоды, но уже даже до этого доходят. Поэтому после них ничего не остается, и плюс это еще и лесные пожары, тоже с ними связаны, тоже с этими группами, потому что они там свои стоянки организовывают, первобытно организованные, ну, и тоже потом мы имеем дело с с нами пожарные. То есть, находим... Ну, то есть, вред достаточно серьезный, не только финансовый, да, не только экономический, но и, в принципе, нашему ценному ресурсу. Ну, а, как известно, всегда, помимо всего, бороться нужно, ну, с экономической стороны. Ну, вот да, как пошлина поможет побороть этот делегатчик? Ну, например, совершенно, да, как бы не относящаясь к России, и вообще там, как бы просто, вот, был там, помню, такой кейс, его всегда, когда обучают на МБИ, всегда ему рассказывают, что вот, дескать, в стране захотели с наркотиками побороться, и там их легализовали, поэтому, дескать, потом, когда стало легальнее заниматься, чем нелегально, нелегальный бизнес в наркосфере исчез. Ну, это вот один кейс, да, который рассказывают, скорее, теоретически, к России, повторюсь, на никакого отношения не имеющий. Вот. Ну, а здесь нужно же ударить по экономике, потому что ты одних поймаешь, вернутся новые. А сейчас затруднено, вот именно, потому что дорого вывозить, соответственно, ну, вот они здесь это все получили, а куда им это деть? Поэтому потеряется мотивация у людей, то есть объем в корень проблемы. То есть, ну, да, ладно, незрелый где-то у вас получился, ну, а дальше вы что с ним будете делать? А в то же время у нас есть легализованные заготовщики, как бы, ну, есть местное население, которое тоже готово это делать, готово зарабатывать. Ну, вот, соответственно, объем по экономике нелегалов, потому что им теперь просто тяжело ввозить. Аналогия, аналогия, которую можно привести более такая, да, приземленная, это с лесом. То же самое. Тоже у нас в свое время, помните, про лес Круглях мы много говорили, вот, перестали ввозить. Ну, да, появились у нас новые изготовители, пиломатериалов, мебели, то есть новые рабочие места. Вот так это работает. Просто потому что, ну, хочешь ввозить, ну, втридорогов ввози, пожалуйста, ну, желающих оказалось вывозить втридорогов мало. То есть пошла переработка, пошли на поступление в бюджет, ну, новые рабочие места, легальные рабочие места для жителей, потому что понятно, что везти куда-то перерабатывать, проще все это на местах организования. Ну, будем надеяться, что схема сработает и с кедровым орехом точно так же, как с древесиной в свое время это случилось. Спасибо большое за то, что подключились. Андрей Валерьевич Андреевич был с нами, депутат. Законодательное собрание Приморского края. Какие будут обсуждаемые темы следующей недели, узнаем уже через 7 дней. Спасибо за то, что были с нами. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова